Привет всем! Пока это не обзор, а только похвастаться. Во-первых, мне пришел рождественский подарок из Америки. Дикси Андалин Форсайт подарила мне экземпляр книжки, которую написал ее отец. Мужчина из стали и бархата. Обри Андалин. Очень много людей знают про существование книги очарования женственности, но никто не знает или очень мало людей знают, что существует парная книга, которая была написана для мужчин. И это достаточно редкая вещь, она продается только в поддержанном виде. Мне ее подарили, так что я намерен в ближайшее время ее прочитать и естественно обязательно сделать на нее обзор. Хоть я знаю, что книжка непростая и по содержанию, и по нагрузке, и по форме изложения, даже внук обри Андалин не все смог осилить, но я думаю, что я смогу. Я знаю, что она написана человеком глубоко верующим, но меня это не только не отвращает, но даже интересует. Я считаю, что я что-то наверняка отсюда извлеку для себя полезное, так что в ближайшее время. Спасибо, Дикси, большое. Надеюсь, что этот подарок будет по делу. Это во-первых. А во-вторых, у меня при себе, возможно, первые в России экземпляры книги, которую написала сама Дикси Андалин Форсайт. И называется она «Очарование женственности для женщины вечности». Ну, я бы это так перевел, for timeless woman. Можно перевести вообще-то как для женщины, у которой вечно нет времени, но я думаю, что не это здесь имеется в виду. Хотя книжку я еще не читал, буквально вот только распаковал. И поскольку все-таки мы с ней некоторое время общались, то эта книжка с автографом, что очень приятно. Может, это и чудно, что мужчина из мужского движения, ну или там, не знаю, из его какого-то подраздела занимается этой областью, но я нахожу это очень логичным. Это пригодится и тем женщинам, с которыми я по жизни общаюсь, и моей внутренней женщине, да, аниме. Я думаю, что я достаточно почерпну, вот. Но иногда я к этому подхожу как к учебник для воображаемой дочери, скажем так. Все-таки папа должен уметь объяснить, если у него аниме достаточно сильное, должен уметь объяснить дочери даже такие женственные вещи. То есть в этом надо разбираться. Жду с нетерпением. Тоже прочитаю. Обязательно будет на нее обзор. А кроме того, у меня есть еще один экземпляр этой же самой книги. Он подписан уже не для меня. Он подписан просто автографом. С помощью этой книжки я попытаюсь сделать последнюю попытку выйти на интервью с российскими представителями классического движения очарования женственности. То есть не просто, которое называется очарование женственности, а имеет прямое отношение к книгам Дикси и Андерлин Форсайт. Пока у меня не получилось никого из них достать на интервью. Кто-то отвечал, но не очень активно. Я намерен пообещать эту книгу и отдать ее. Не просто пообещать, я намерен ее подарить после интервью или во время интервью, который, я надеюсь, у нас состоится. Так что, надеюсь, с этой книжкой у меня все-таки получится разговорить кого-то из них. Думаю, что мы найдем общий язык, раз уж мы с Дикси и Андерлин Форсайт нашли общий язык, найдем и с ними. Вот такие вот рождественские подарки. Не знаю, сколько экземпляров этих книг в России. Возможно, что вот мужчины из Сталии Бархата, наверное, одна в Ленинской библиотеке, а вторая у меня. Я нашучу, конечно, наверное, есть еще. А вот эти книжки, возможно, самые первые. Вот так. Так что ждите. В новом году будет интересно. Всем пока, удачи, услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok